Не дожидаясь субботников взяться за уборку города, администрация Харциска обращает внимание руководителей предприятий всех форм собственности на соблюдение правил благоустройства прилегающей территории. На последней пресс-конференции Александр Левченко не обошел вниманием и эту тему. В марте и апреле в Харциске будут проведены 4 субботника. Первый назначен на 25 марта. Впрочем, к этой дате центральные улицы города в плане чистоты уже обещают сделать образцово-показательными. Коллективы харцисских предприятий на этой неделе взялись за грабли, метлы и лопаты. Результат дружной работы харцисских газовщиков, трубников и канадчиков трудно не заметить. Будет проведено 2 общереспубликанских субботника и 2 городских субботника. Общереспубликанские и городские субботники будут проводиться в местах, где в основном территория не закреплена ни за одним из предприятий. В местах, где есть несанкционированные свалки, где особо проблемные участки в городе находятся. Тоже они вроде бы не закреплены ни за кем. Ну и соответственно, почему-то люди находят эти места и создают там свалки, которые не должны там находиться. Зимой для борьбы с гололедом на городские дороги и тротуары было высыпано больше 300 тонн отсева. Теперь же метр за метром его убирают с тротуаров и проезжей части улиц. Одними из первых были приведены в порядок въезды в Харциск со стороны Зугреса и Макеевки. Многие улицы уже приведены в порядок. Это будет планомерно, системно, как и в прошлом году. Город будет чистый, выкрашенный, подмеден. Нашим жителям будет приятно ходить по нашим улицам. Но после зимы, как бы то ни было, каждый год у нас такая ситуация. Александр Левченко призвал всех харцезян включиться в работу по благоустройству родного города и не проходить мимо неухоженного палисадника возле своего же подъезда или за мусори на детской площадке во дворе. Для тех, кто намерен поучаствовать в общегородских и республиканских субботниках, называем даты их проведения 25 марта, 1, 8 и 22 апреля.